Привет, друзья! Понравился вот этот комментарий. В украинском алфавите только 4 украинские буквы, все остальные наши. Ну да, у них и Киевская Русь тоже с Россией никак не ассоциируется. Их слово Русь вообще мало интересует. А по поводу русского языка, так я тоже считаю, что вот те комментаторы, которые мне пишут про славу Усроиния, почему вы нашими буквами пишете? Придумайте свой алфавит и пишите своими буквами. Вот эти все патриоты типа Макса Барских, которые на своем инстаграме только щирую украинскую маву размовляют. А я знаю друзей, с которыми он общается чисто на русском языке. А как так? Ну если ты такой патриот, тогда хер ли ты переобуваешься? Вот честно, Светлана Лобда, она, конечно, такая, знаете, переобувашная. Ну сейчас кто только у нас не переобулся, хотят махать флагом победителя. Но она-то перешла на русские песни. А что такое? А никто вашу Усроянскую эту лабуду не слушает, да? Никто не понимает, кроме вас в мире, украинский язык. Приедьте в Германию, поговорите с кем-то на украинском. В Англию, в Испанию, в Китай поговорите на украинском. Во всем мире люди знают международный русский язык, но не украинский. Поэтому не придумывайте и не вешайте себе медали там, где их нет. Вы пользуетесь даже русскими матами. У вас даже своих матюков нет. Вы такие тупые, что даже маты придумать не смогли, не освоили. Даже нахуй послать по-украински не можете. Поэтому, дорогие мои друзья, помните свои корни. Помните, откуда вы пошли. Славянские народы, хотите вы этого или нет, мы все русские и говорим по-русски. А те, кто не говорят, ну, вам туда и до Польши. Всего хорошего. А у нас прекрасная погода. Идет снежок плюс 0 градусов и валит просто хлопьями снег. Я так кайфую, я не могу. Дотя первый раз увидела снег в своей жизни. Желаю вам всего хорошего и быть добро. Если уж и пользуетесь нашим алфавитом, тогда не пишите мне всякую хрень.